Немалое волнение на этом заседании испытывают правоохранители. Губернатор обращается лично к ним, требуя большего контроля за недобросовестными застройщиками. Речь идет о замороженных стройках школ, садов, больниц. Возведение 13 объектов в социальной сфере началось почти 10 лет назад. Тогда помогала даже федерация, но не помогли власти на местах. Существенные средства были выделены, 400 миллионов рублей. Я не понимаю, или, наверное, из-за преступной халатности, разгильдяйства, или, может быть, непрофессионализма отдельных руководителей на местах, которые обязаны были и руководительным процессом, и контролировать его каждый день. А может быть, даже и 24 часа в сутки это делать. И делать все-таки придется. На заседании озвучено. Объекты будут достроены. Успехи уже есть. В туношне классы новой школы заполнены учениками. Во Фрузенском районе Ярославля свои двери распахнули два детских сада-близнеца. В Угличе и Данилове дошкольные учреждения будут сданы в сентябре этого года. В Пашихоне и поселке Михайловский летом 2019-го завершится строительство двух детских садов. Главная проблема, что по тем объектам, где были федеральные средства, мы, к сожалению, больше их привлечь не можем. И должны уже для того, чтобы достроить объект, использовать только областной бюджет. Соответственно, нагрузка возрастает фактически даже не в два, а в три раза почти. На контроле и объекты здравоохранения. Летом определится подрядчик на строительство хирургического корпуса онкологической больницы. Возобновят реконструкцию отделения, обсервации перинатального центра. К слову, итоги масштабного строительства, но уже в зоне ЮНЕСКО в Ярославле, также подвели на заседании. На реконструкцию было выделено 600 миллионов рублей. Благоустроено 55 объектов. Участники встречи признаются, совершенно по-новому заиграла площадь юности. Крупулезно подходили к подбору от этих детских городков и применили на сегодняшний день лучшие мировые образцы, которые только существуют. То есть нам не стыдно за эти два детских городка. Далеко не каждый район Москвы может похватывать таким уровнем оборудования. Я уже не говорю про другие города Российской Федерации. В результате торгов удалось сэкономить 50 миллионов рублей. На эти деньги уже в этом году завершат работы на территории Спаса Преображенского и Кирилла Афанасьевского монастырей. Также благоустроят сквер вблизи часовни Казанской Богоматери, преобразят сквер Виадук через Медведевский овраг и отремонтируют по золото 13 крестов церкви Ильи Пророка. Также на заседании подведены итоги исполнения поручений Владимира Путина, которые он дал в послании Федеральному собранию в 2016 году. Работа велась по пяти направлениям. Ярославская область справилась на 95%. Три мероприятия реализовать не удалось. На исправление ошибок дано 12 месяцев 2018 года. Третье мероприятие в рамках направления охраны окружающей среды – это расчистка русла реки Устье в районе поселка Борисоглебский. Государственный контракт заключен и окончание данного контракта планируется на 2019 год. Работы начаты и они продолжаются на сегодняшний день. Поставлены задачи относительно нового послания президента России в приоритете – улучшение доступности медицинских услуг, развитие экономики, поддержка молодежи и охрана окружающей среды. Александра Панкратова, Денис Сахаров, Денис Лосев. День в событиях.